Из 16 голов мы выбрали ровно половину. Открывает наш рейтинг Хеток Хасонов. Не сказать, что гол выдающийся. Вполне себе банальный навес с углового и удар головой. Однако взятие ворот само по себе очень ценно. Этот гол позволил химчанам вернуть себе лидерство в турнирной таблице. А ведь играть осталось всего 6 туров. Премьер-лига на горизонте. Шинник в апреле продолжает приятно удивлять своих болельщиков. Третья победа в последних четырех матчах. Вот и в очередном туре ярославцы забрали три очка у крепкого нефтехимика. В ключевой момент свое дело сделал капитан гостей Дмитрий Самойлов. Незадолго до финального свистка именно его четкий кивок головой постановил, что вылет ярославцам теперь вряд ли грозит. Гол Амура Калмыкова родине не принес даже одного балла. Да и получился довольно необычным. Есть твердая уверенность, что он сначала промахнулся мимо мяча. В итоге же получился эффектный финт. А затем и не менее эффектный удар. Вот только повторимся. Калмыков после финального свистка. Сему обстоятельству вряд ли был рад. Свой среди чужих. За основную команду Тюмени Иван Зазвонкин не играл. Но это не отменяет факта, что он воспитанник клуба. На геолог Иван приехал в качестве игрока черноморца. И напомнил, почему считается талантом и перспективным футболистом. В моменте с голом Зазвонкин, права на которого принадлежат столичному Динамо, все сделал красиво. Мартел Личко должен оценить. Тюмень не покидаем. Буквально сразу же после гола Зазвонкин на хозяева счет сравняли. Для начала аплодируем Александру Каратаеву. Он здорово отработал вынос вратаря и классно увидел открывание Ивана Маркелова. Отличный пас и не менее прекрасное завершение. Черпачок над вратарем был, пожалуй, единственным вариантом для Ивана. И он исполнил его качественно. Ислам Машуков, безусловно, в своем моменте все сделал умно и правильно. Но главное, на что стоит обратить внимание, это голевой пас Алана Чочиева. Вот это точно футбольная эстетика. А дать так тонко передачу пяткой дано не каждому. Впрочем, мы прекрасно знаем, что на Кавказе технарей всегда хватало. Чочев подтвердил. А вот Игорь Горбунов из «Торпедо» свой гол сделал сам. Это было что-то в стиле Лео Месси. Смещение с фланга в центр и отличный удар левой ногой по обводящей траектории. Красота, да и только. В отличие от места в турнирной таблице, которая сейчас занимает «Торпедо», грезившая перед началом сезона возвращением в элиту. Об этом уже можно забыть. Когда легенда «Спартака» Андрей Тихонов возглавил Енисей и сразу же в команду перебрался его сын Денис, это решение многие назвали блатом. Но время все расставляет на свои места. Весенней части сезона Денис отличился уже четырежды. А его гол в ворота «Сокола» мы признаем лучшим в этом туре. Выход под удар, его сила и траектория – все на уровне. Знаменитый отец должен быть доволен.